Сегодня мы с вами посетим аквариумный салон Пираньи, который находится в городе Королёй. Сегодня мы спросим и узнаем, какие рыбки сейчас пользуются популярностью. На входе нас встречает тортилыч, местный охранник. Он всегда бдит и охраняет. Всем привет! Я нахожусь возле видового аквариума в аквариумном салоне. Здесь обитают митченосцы, гурами, скалярии. Здесь интересная скалярия гуалевая с разгоянием лучиков. Вот малышки. Анциструсы где-то плавают на дне. Шикарное растение. Здесь также большой выбор аквариума в корях. В чем мне нравится расположение стенки аквариума, который привлекает посетителей аптеки. А это у нас море. Кубик. Внизу находится фильтрация. И как вы думаете, кто здесь живет? Да, конечно же рыба клоун. Все неизвестны из мультика Nemo. Он живет не один. Здесь находится парочка. Итак, поговорим о топ-5 продаваемых рыб. Пятое место. Глоуфиш. Это несколько видов аквариумных рыб, которые не существуют в природе. Более того, они не могли появиться в принципе, если бы не вмешательство человека. Это рыбы, в гены которых добавлены гены других живых существ. Например, морских кораллов. Эти гены передают им яркий, не встречающий в природе цвет. Четвертое место. Скалярии. Рыба крупная, прожорливая, красивая, с интересным поведением. Высокая сжатая с боков тела, разнообразная краска, достаточно крупные размеры. Доступность. Все это сделало ее одной из самых распространенных и популярных рыб, которые содержал практически каждый аквариумист. Третье место. Барбусы. Лучеперые рыбки из семейства карповых. Благодаря своей неприхотливости, средним размером и занятным окрасом, широко распространены в аквариумистике. Преимущественно стайный вид, который легко приспосабливается к разнообразным условиям обитания. Второе место. Разделили малинезии и меченосцы. Очень популярные, неприхотливые в уходе рыбки, содержание которых не вызывает проблем даже у неопытных аквариумистов. Малинезии и меченосцы – живородящие рыбки. Малек у них на свет появляется относительно крупных размеров, сформированный, готовый к самостоятельному питанию. Это только добавляет рыбке популярности, ведь получить от нее потомство проще простого даже в общем аквариум. И первое место. Неоны. Одни из самых популярных аквариумных рыбок. Эти маленькие, блестящие существа уже давно завоевали сердца аквариумистов и заняли свое заслуженное место среди таких мини-рыбок, как губки, меченосцы и тетры. Такое признание неон получил благодаря своей неприхотливости, компактности и, конечно же, благодаря неоновой раскраске тела. Ну и, конечно, я не мог пройти мимо цихлид. Цихлиды относятся к отряда окунеобразно. Встречаются особи, имеющие различные размеры и расцветки. Форма их тела также может различаться. В зоомагазинах встречаются как маленькие, так и крупные цихлиды. Их размер может составлять от 2 см до 1,5 м. Есть и такие особи, длина которых достигает метра. Естественно, в среде цихлиды обычно обитают в пресных и солоноватых водопьемах Африки, Азии, Латинской Америки. К большому сожалению, многие разновидности исчезли, а часть других оказалась на грани исчезновения. В аквариумных условиях эти рыбки чувствуют себя очень хорошо. При должном уходе такие подводные питомцы могут прожить от 8 до 10 лет. Подпишись, лайк поставь на канал Акваджонни.